Я, Рученко Евгений Анатольевич, родился 6 февраля 1998 года в городе Покровск, Донецкой области. С 2018 по 2020 год я проходил срочную службу, проходил в нескольких частях. Сначала в 58-й бригаде, это АВЧ А-13-76, а затем был переведен в 13-й батальон, 58-й бригаде, это АВЧ А-44-27. Отслужив полтора года срочки, ну, сами понимаете, срочка это рабочая, там такие вот задачи, когда солдата надо чем-то занять. Отслужив полтора года, я просидел дома 5 месяцев, месяц проработал, прописедельничал, в общем, подписал контракт, подписал контракт там, где я проходил срочную службу в 13-м батальоне. Послужил на контракте уже полтора года, то есть с начала введения в нашей стране военного положения я находился в учебке и месяц добирался до своей части. Получается, вот в начале мая, в числах десятых, мы, ну, нашим командованием был отдан приказ загрузить всю технику и выдвинуться в сторону Донецкой области, где мы выгрузились, встали по колоннам, просформили по частям и выдвинулись в сторону Артемовска-Бахмута. Въехав в Бахмут, нами была поставлена, нашим командам была поставлена задача занять оборону в районе Григорьевки, это за Северском, куда мы поехали всем батальоном, получается, в составе батальона, не бригада, а батальона. И въехав в Северский, проехав там по городу на выезд в сторону Григорьевки, мы попали под обстрел. То есть первая часть колонны, там много ребят пострадала, техника пострадала, то есть это вызывало ужас на глазах, хоть я ехал последний в колонне на своем личном транспорте, я, грубо говоря, как водитель был, очень страшно, неприятно было осознавать вот эти вот потери, даже не успели заехать, а ребят уже как бы, ну, 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 в аварии нету. Бросив, оставив наши машины, мы, часть колонны уехала, техника, тяжелая броня уехала, а я с некоторыми людьми, с начальниками, я на своей машине и еще одна личная машина остались в городе, то есть ждать пока броня выгрузит наш десант и вернется, то есть как бы назад. Вот, там спустя некоторое время вернулись, вот, ребята стояли, заехали туда на позиции под Григорьевку, стояли там примерно около недели, за эту неделю один взвод полностью разгромзали, то есть осталось три человека, я сам с того взвода, если бы не машина, то есть, не знаю, был бы я сейчас живой, либо не было, но ребята пострадали, те вот ребята, с которыми я ел заднюю столу, ну, то есть мои друзья пострадали, это очень больно, невыносимо. Спустя неделю был отдан приказ о переезде, как бы решили переехать, то есть, ну, я поехал помогать грузить вещи, то есть ребятам там, которые жили в окопах, черные, грязные, то есть, ну, уже психика у людей не такая, как раньше была, уже настроя такого не было, как раньше, но очень люди устали, то есть, ну, перегрузили вещи, переехали на другие позиции за село Перепчатино, вернее, въехали в село Перепчатино, выгрузились, там разделились на две части, одна часть нам селения отдала, отдана была первая ротина, уехала там на двух машинах, а остальные, у нас человек 15-18, осталось занимать посадку спереди села через полтора километра, то есть, наша задача была занять оборону и наблюдать, ну, наблюдать, в общем, держать оборону и наблюдать. Как наблюдать, у нас был один бинокль, один тепловизор и пару ночников, и, то есть, автоматы, там некоторые, ну, гранатометы, 2-3 штуки и все, вручную были вырыты окопы, ну, то есть, мы определили все сами, ни еды, ни воды у нас не было, очень малых количеств приходилось, ну, ходить, психика сдавала, а последние дни, то и начались очень сильные обстрелы, и минометные, и самолетные, и со всего, то есть, ну, людей прям на глазах, разорвало на части, он посидел, даже, вам сказать, ну, это нельзя так делать, я понял, что я не хочу войны, и прошу ребят своей цены перестать воевать, ну, это не хорошее, ничего не закончится, ну, просто, там, свои чужие жизни.